— Ты был просто весь в крови, Яна, что-то брыкалась. — Плакала? — Жмакать девочек, трогать попы. — О-о-о! — Лайк нельзя поставить, Юра. — Блин, это же не хей. — Сука, что ты там делаешь? — Юрий будет дуть, дуть будет, Юрий. — Ты всегда казался очень самовлюбленным челом. Но я тут посмотрел прожарку с тобой и понял, либо я ошибался, либо ты поменялся. — Да, Руслан одинок, но это не потому, что он не красивый, или не очень талантливый, и не разносторонний, и картавый, и не образованный, а потом уже это все вместе, потому что... — Для начала, ты сам считаешь себя самовлюбленным? — Думаю, да. Ну, я же артист, любой артист самовлюбленный. Любой артист тщеславен да нельзя. Ну, я имею в виду, просто надо... Ну, я пытаюсь гасить этого демона, но явно он прорывается где-то, когда-то. Это его в окружении надо спрашивать, я знаю, причем. — Но ты признаешь, что ты демон? — Конечно. Любой, кто не демон. Ты не демон? — Демон точно. — Прожарка. — Как это получилось? — Все, просто меня позвали... Ну, тебе короткий ответ или широкий? — Можно широкий. — Широкий — это то, что на Западе существует такой формат невероятно крутой. Это было... У меня было два восхищения в жизни. Когда я первый раз увидел Эди Мерфи — это так, как я познакомился со стендапом, в принципе, концерт The Row. — Ну, не в кино. — Не-не-не-не, в интернете, естественно. И второй раз, когда спустя уже много времени увидел прожарку, я тоже такой охренел от формата. Ну, я думаю, как и все, условно. — Кого там жарили? — Я посмотрел Чарли Шины первую. Было очень круто вообще. Я просто охренел, серьезно, вот так? Вот так про человека шутят. И с тех пор это было много попыток такое делать. Много попыток. — Ну, на Руси ты имеешь в виду? — Да-да-да-да. У нас конкретно существовала такая попытка, но мы... Мы-то как раз разбивались о камне вот этого российского тщеславия с точки зрения артистов и понимали, что ее либо делать, но с самыми крутыми, потому что с мелкими — неинтересно. Ну, так мы считали на тот момент. Вот, а с самыми крутыми, естественно, не получится, потому что, ну, кто пойдет, что это такое? Попробовал первый канал сделать, мы посмотрели, каково это было. — У тебя есть понимание, почему не получилось у первого канала? — Да. — Там был Нагиев и Шнуров. — Да. — Потому что они не с теми людьми ее делали. Окружение, которое стебало Нагиева — это абсолютно не те люди, которые должны это делать. — Что такое «Ните»? — Ну, кто это были? Костюшкин, Хилькевич... — Гузеева. — Гузеева, которая самую смешную шутку, конечно, там сказала. Именно Хилькевич она ее искала. — Какую? — Не помнишь? Ну, когда Хилькевич что-то говорила, что к вам в эту... в передачу «Давай поженимся» приходят исключительно проститутки, и Гузеева такая, «А я не помню, вы были у нас в передаче или нет». Это было круто. — А это написано, как ты думаешь? — Я думаю, могла быть импровизация, сто процентов. Могла быть импровизация, потому что Хилькевич сильно смутилась в этом плане. Все, а... Короче, я думаю, Смей, у них шоу-бизнес профессиональный в миллиард раз. И у них, соответственно, любой актер, артист, певец или еще чего-то обладает, как ни странно, и чувством юмора в том числе. То есть им пишут шутки, и они очень круто их сдают. Очень круто. Здесь у нас написали этим людям шутки, и вылезли вот эти вот все огрехи отсутствия актерского мастерства, просто какой-то самоуверенности и так далее. Ну, короче, это просто очень смешно, когда Костюшкин дрожащим голосом говорит какую-то дурацкую шутку, и никак ее не отыгрывая, не проигрывая, и... Я думаю, у нас это должны были быть комики. Если бы они туда позвали условно крутых юмористов хотя бы на тот момент, это было бы лучше. Потому что Нагиев-то мне понравился в «Прожарке». И его спич последний тоже был. Нагиев как раз сделал все очень круто. Если бы все сделали как Нагиев, это было бы прикольно. Хоть раз за время этой «Прожарки» был момент, когда ты напрягся? Когда шутка тебя прямо вот куда-то в район носа кольнула? Честно, нет. Честно, нет. Слушай, я не могу это делать профессионально. Исключительно по какой-то профессиональной честности я это не могу делать. Ну, я тот человек, который иногда сам «нет-нет» отпускает такие шутки. Не могу обижаться? Конечно, как я могу это делать? Ну и не было обидно, честно говоря. Никуда там не докопались так, чтобы прямо... Шутка, которая тебе показалась самой удачной? Бибуришвили очень круто выступил про Серегу у него. Про сапоги была смешная шутка, но он отыграл. Ну, казалось, что мой любимый мультик — это «Кот в сапогах», потому что по сапогах, прикиньте. Ну, она такая легкая, элегантная. Любимый персонаж Руслана Белова — это «Кот в сапогах». Потому что он ни фига себе в сапогах, нет? Надо перевести тем, кто не понимает, по сапогах, потому что, во-первых, твоя интонация, во-вторых, армия и все-все бесконечные шутки про сапоги и все остальное. — Да-да-да. — Я слышал штуку, что в камере так работает, когда артисты выступают перед людьми и понимают то, что людям не заходят, они начинают материться. Такое есть? — Конечно. Но это не камере так работает. Так работает любой комик, который не может продавить зал, и он начинает как-то включать какие-то дополнительные ресурсы, а их там не так много. Ты начинаешь злиться, твоя подача становится более агрессивной, ты приправляешь это все еще, условно, матными словечками. Ну, условно, ты усиливаешь свою позицию в отношении того или иного материала. Поэтому... Ну, я этим страдал поначалу вообще очень сильно. Когда ты такой выходишь, я буду элегантным. И через пять минут такой... Ну все. — И в интернете есть твой стендап, я не знаю откуда, из какого-то города российского. Это, может быть, Казань, что угодно еще. И ты блякаешь там каждые... — Это моя проблема, да, да, да. — Семь секунд. — Блядь, 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 блядь. Не предъявляйте ко мне больших требований, понятно? Если я вдруг блякаю. — Зачем? — Без исключительно из-за непрофессионализма. Я не профессиональный артист. Я ничего не заканчивал никогда, нигде ни у кого не учился. Я все пришел случайно. У меня случайно получилось. И вот я до сих пор случайно этим занимаюсь. И, безусловно, ну, все, что я сказал, только исключительно для усиления подачи, для того, чтобы, типа, жестче стоять на сцене, ты это делаешь, к сожалению. Ну и, ну, вот такой я... Я работаю над этим. Сильно работаю над этим. Сильно. — Финальная речь в «Прожарке». Ты вышел и сказал про то, как же жаль, что большие артисты русского шоу-бизнеса на такое не идут. Почему они не идут? — Ну, потому что они очень сильно любят себя. — А что не так? — Смотри, какая история. — Брюс Уиллис не любит себя? — Да, любит. Но я так формулирую, что они там понимают, что они всегда на работе. Всегда. Условно, у них там артист — это прям такая работа, знаешь? Если можно было выдавать трудовую книжку, им бы выдавали. Поэтому он всегда, куда-либо приходя на интервью, в какие-то там, не знаю, в утренние шоу, обсуждать завтрак или еще чего-то, он понимает, что он всегда на работе, он должен подставляться, он должен подставлять, он должен хорошо реагировать и так далее. У нас, артисты, такое ощущение, что их работа — это, типа, например, петь песни, сниматься в кино, вести какие-то телепередачи, а все, что потом, когда их куда-то зовут на то же телевидение или еще куда-то, это как будто они приходят туда пожинать лавры того, что вот они сделали. Поэтому в этом, мне кажется. Они... Ну, надо понимать, что ты всегда на работе. Всегда-всегда. Ты — артист, все. Ты должен развлекать людей. — Что может поменяться? Когда условный Фил Киркоров у вас может прийти на такое? — Ну, кстати, как ни парадоксально, за последние лет пять я подумал, что он наиболее близок сейчас к тому, чтобы в чем-то подобном поучаствовать. То есть он сильно переобувается, конечно, в этом плане. Он перестал бить женщин, перестал обижаться на каких-то интервью, он начал сниматься в каких-то, скажем так, пародийных клипах. Я думаю, вот он... Да что должен поменяться? Надо расслабиться всем. Вот, исключительно надо всем расслабиться. Ну, понимаете, что это просто кайф. Надо получать от этого кайф. Вот и все. — А что с Филом происходит? Не понимаешь? Воздух свободы или что-то другое? — Я думаю, они сильно понимают, что их аудитория потихоньку умирает. — Ну, к сожалению, к сожалению. — То есть бог прости, да. — Вот. Поэтому, ну, а новую надо как-то подпитывать. А где ее брать? Ну, вот они поэтому условно лезут в какие-то интернеты, в коллаборации. Ваня Ургантвиш очень сильно их подпитывает всевозможными какими-то своими там скетчами, идеями, клипами и так далее. Ну, я думаю, вот они туда и лезут. Ну, собственно, сейчас же еще все вещи так обратили взор на интернет. Все хотят раскрутить Instagram-страницу, чтобы получать деньги за, блядь, воду, одеколон, салфетки и так далее. — Смешно, что после этого пойдет рекламная вставка. Я думал, как же к ней подвезти, а Руслан Белый сделал это лучше всего. КОФЕ 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 Чтобы в домашних условиях это было бы так же вкусно и ободряюще, нужна правильная техника. Новая кофемашина Philips позволяет насладиться отличным кофе из свежемолотых зерен, не выходя из дома. Шесть напитков нажатием всего одной кнопки. Классический кофе, эспрессо, напитки на основе молока, капучино и даже латте-макиятор. Капучинатор встроен прямо в машину и отвечает за нежную молочную пенку. До 5000 чашек кофе без очистки от накипи, благодаря запатентованному фильтру Aqua Clean, который безопречно очищает воду. Внутри прочные керамические жернова, которые бережно перемалывают зерна и сохраняют вкус и аромат кофе. Хватит на 20 тысяч чашек. Можно регулировать крепость и степень помола на ваш вкус. Кайф. В Альдорадо, эту кофемашину можно купить по очень классной цене. А если воспользоваться промокодом от Дудя, то стоимость станет на 3000 рублей выгоднее. Ну и для тех, кто пока не в деле, еще не поздно присоединиться к конкурсу и выиграть отличные призы. Пользуйся возможностями, которые у тебя есть. Будь в деле. Да, вернемся в прошлое. Вещь, которая не давала мне покоя многие твои стендапы, когда ты говоришь про то, какой строгий у тебя Батя. Есть цитаты, в том числе про то, как я заходил в комнату и думал, чтобы он сдох. А в худшие моменты думал, чтобы я сдох. Да. Как реагировал Батя на это? На данный юмор? Да. Я думаю, он его не смотрел особо. Почему? Ну, Бате как-то был пофигу. Ну, типа, для него было, как сказать, он интересовался моим творчеством исключительно, что где тебя показывают? Там-то. Типа, тебя не уволят? Нет. Ну, продолжай. Матушка все отсматривает, а Бате было пофигу. Чего мама говорила? Ой, мать, у меня очень сложный человек в этом отношении. Ну, для артиста моя матушка, как сказать, как бы так аккуратно подвести. Для того творчества, которым я занимаюсь, стендап-комедия, которое подразумевает не песни про любовь. Вот, моя мать бы была рада, если бы я пел песни про любовь. Понимаешь, весь такой был аккуратный, красивый. Она бы такая, боже, это мой сын, как прекрасно. А когда я, как ты говоришь, ругаюсь матом, говорю всякие шутки непотребные, гадости, нет-нет, задеваю каких-то там артистов, людей, личностей и так далее, она сильно это все переживает. Ну, короче, она у меня абсолютно такой советский человек, который очень сильно воспитан на чувстве страха, что бы ни произошло. Поэтому она сильно страдает от моего творчества вообще в целом. Она радуется, я думаю, где-то в глубине души, но если бы можно было по-другому, она бы... Расскажи историю про батину строгость. Вот, там, про косить траву. Это действительно он начал тебя косить траву? Да. Ну, от безысходности давай тоже. Я думаю, в 94-м году переехали в Бобров. Там он уволился из армии. Армейцам и военным давали квартиры, пока они жили в Польше, еще когда советский блок был. Они как-то договорились сделать дома. Ну, вернее, поменять квартиру на дом. Доплатили там какие-то деньги, у нас был там даже гараж достроили. Знаешь, такая история Санта-Барбары такой, типа, свой дом будет и так далее. Но мы в 94-м году туда приехали, там ни хрена нет. Все дома недостроены. Ну, тут же начался полный кошмар в стране. Ничего недостроено. И мы что-то летом где-то жили в каких-то недостроенных домах, достраивали свой. То есть какой-то был ад вообще. И мы начали держать каких-то там свиней, коров, живность. Мы, блядь, фермеры были, я отвечаю. У нас в какой-то момент было 140 курей. Ха-ха! 140? У меня было 15 свиней или 11, я не помню. Было 2 коровы, было 140 курей. Мы держали каких-то гусей, уток. Что-то они держали, пчел каких-то и так далее. Ну, надо было есть что-то и продавать это, чтобы потом еще что-то есть. Соответственно, всем надо было как-то кормить. Коровы ели траву, поэтому мы ходили косить траву. Ты колол свинью когда-нибудь? Угу. Без тебя делали это? Нет, со мной, но делал это батя. И ты присутствовал? Да, мы не кололи, мы их резали. Так, а какие у тебя ощущения были, когда ты впервые это видел? Я просто помню, к счастью, я никогда не присутствовал при этом. Я каждое лето был в тот же самый момент на своем деревенском дворе, когда свинью убивали. Я это только слышал, когда там в 4.30 или в сколько она визжала от вот этого удара колом. А было жутковато, а у тебя? Батя не заботился о моем моральном состоянии. То есть прямо при тебе? Слушай, да, потому что я был помощник. Ну, в смысле, это надо либо было звать какого-то соседа, какого-то дядьку, которому надо было либо давать павлитру, либо денег или еще чего-то. Ну, соответственно, тут есть девятиклассник, десятиклассник, который почему вдруг, почему вдруг мой отец такой думает, наверное, ему неприятно доплевать еди. Ну, я и колой одержал их и так далее. Это было жестко. Какие ощущения были? Поташнило? Нет, мне было, смотри, по-человечески, как ребенку, да и сейчас, я думаю, мне бы было по-человечески исключительно жалко, конечно. Но нет, каких-то таких отвратительных вещей не было. То есть, ну, ты был просто весь в крови, и она что-то брыкалась, болталась там и так далее. Ну, как, ну, это обычная, ну, это житейская ситуация. Мы же не нарушали закон или еще чего-то. Ну, их надо было резать. Мы их резали. Ну, жестко, потому что их резали зимой. Чуть по две в день, что-то такое. Там их надо было... Зарезать это еще, типа, полбеды. Это там 15 минут дело. А потом ее надо обрабатывать, снимать, опаливать какой-то лампой, что-то, блин, вот это все затягивалось. Ну, я понимал, что... Это, во-первых, делалось на выходные. То есть, все, Руслан Викторович понимал, что он не играет ни во что в этот день. Мы исключительно занимались... Руслан Викторович. Ну, это я так сейчас уже про себя. Руслан. Ну, то есть, да, вот такая история. Ну, все пришло. Так, а что? Я потом курей, гусей и так далее, это я уже резал сам. Ну, в девятом классе я был. Ну, это быстро забылось. Ты в холодном потоне просыпался. Не-не-не-не. Ну, все, потом уже это было, как, не знаю, фисташку раскрыть и все. Так что... Ну, блин, ну, а что... Ну, это интересно, мать говорит. Все, мне будет суп, иди зарежь курицу. Все, ты идешь, режешь курицу и все. Дальше продолжаешь заниматься своими делами. Напомню, в каком возрасте ты из Европы, пусть и социалистически, приехал в город Боброво-Романскую область? Это был 1994 год, да, мне было 14 лет. Насколько это пиздец, из Европы переехать в русскую... Вот ровно настолько, насколько это слово может отражать эту ситуацию, ровно настолько. Как именно ты страдал? Чего тебе не хватало? Я думаю, я страдал исключительно из-за своего, там, пубертатного периода. Потому что мне уже хотелось ходить на дискотеки, жмакать девочек, золоваться, трогать попы и так далее. А мне надо было пасти коров, например, в этот момент. Ну, я точно помню одно из зачарований. Это был День молодежи летом. Это же вообще культовый праздник был в те времена для молодых чуваков. И я в этот день пас коров нахрен. Прям в этот день. Я ходил, умолял второго пастуха, который был взрослый дядь, чтобы мы их пригнали хотя бы на час раньше. Ну, потому что праздник в городе начинался часов в пять-шесть, а их надо было гнать домой только часов в девять. Поэтому, что-то мы там на час раньше их пригнали. Я пошел как-то быстро, помылся там, отмыл все с себя и побежал. Мы находимся сейчас в стендап-клубе. Да. Ты, в общем, совладелец? Да, нас тут четверо. Я, Тимур Коргинов, Юлька Ахмедова и еще один очень классный мужик. Который вы не называете? Который мы не называем. Так, сколько денег вы ввалили? Очень много. Я слышал, что это типа 30 миллионов рублей. Ну, ты примерно правильно слышал. Где ты заработал на этом? На свою долю? Нас тут четверо, во-первых. Так. У вас поровну здесь? Нет, не поровну, но... А-а. Где заработал? Своим трудом на концертах. Для чего вы это сделали? Это долгая такая история. Короче, в целом, в Москве уже есть один клуб. Снендап-клуб номер один. Да, он открылся, по-моему, лет пять назад и так далее. Исключительно из-за того, что мы проверяем материал до этого, условно. И выступали на каких-то всевозможных любых площадках Москвы. Любой кабак, бар, кафе, который предоставлял такую возможность. Зачастую эта территория не твоя, и там очень тяжело выступать, потому что ты приходишь, ну, на другую территорию. Ну, неважно, ты приходишь в заведение, где стол, вокруг него четыре кресла, сидят люди и курят кальяны. Стендап-комики, чтобы ты понимал, вначале выступают в ужасных условиях. В ужасных. В ужасных условиях. Рок-музыканты сначала выступают в ужасных условиях. Ну, то есть, я имею в виду, очень хорошо идет стендап-комедия в стриптиз-клубах, знаешь, вот таких вот вещах. Ну, короче, любая площадка, которая готова приютить тебя. Вот. И мы исходили из того, что пора уже сделать площадку, где, типа, ты будешь на своей территории, где зритель к тебе в гости будет приходить, а не ты будешь приходить куда-то и пытаться... Тяжело рассмешить чувака, который вот так вот в кресле сидит, курит кальян. Он в целом не издает никаких звуков, даже если ему смешно. Проясни про твои отношения с ТНТ. У тебя контракт с ТНТ? Сейчас да. То есть ты там получаешь зарплату? Угу. Что он тебе запрещает? Например, ты можешь завести свой YouTube-канал? Да. И никаких вопросов не будет? Нет. Грубо говоря, он запрещает появляться на других телеканалах. В подобных телепередачах. Деньги от корпоратов тебе? Или ты тоже делишься? Да, 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 да. Но я не работаю на корпоратах. Почему? Ну, не работаю. Не нравится мне. С каких пор? Наверное, года три как. Условно, у меня есть концертная история, и мне хватает с нее денег. И когда она более-менее наладилась, мы с Лехой решили не работать на корпоратах. Ну, потому что это тяжело. Слушай, значит, я зовут на свадьбу, на день рождения, еще куда-то. Я, конкретно я, почему я не работаю? У меня такой материал, который не самый радужный, знаешь, для людей там что-то, которые такие. Ну, вот у меня была свадьба, после которой меня позвали до свадьбы. Хотя я такое предупреждал, я говорю, там, директор со мной, говорю, предупреди, что я злой, что я ругаюсь, что я вот такой весь негативный, отрицательный, и материал у меня такой. Они такие, блядь, они любят тебя, все можно, все можно. И все, я прихожу на эту свадьбу, такой, выхожу на сцену, передо мной садятся вот так 8 детей в платьях, эльфы какие-то. И тебе надо полчаса что-то валить, и это было жестко, жестко. Невеста плакала, что-то там, да, потом, по итогу уже. Плакала? Да. Ну, расстроилась. А я что-то по них прошутил там, да, что-то такое, какое-то, негодяйство какое-то. Ты не помнишь про что? Не помню конкретно, да. Ну, там что-то была шутка на уровне, там, что-то, то ли их имен, то ли что-то такое. Я не помню, к сожалению, но она была смешная, это 100%. Она просто, ну, была не в контексте конкретного мероприятия, вот и все. Вот, с тех пор я такой решил, не-не-не, мы больше никуда, никогда. Мы берем, давай так, мы берем корпораты какой-нибудь, один там раз в год, два, но исключительно каких-то проверенных компаний, у которых мы лупили, и где-то там... Сколько ты за эту свадьбу получил? О-о-о-о, так, за полчаса выступления, наверное, 1100, что-то такое. А есть какое-то удивительное место, куда вы приезжали с выступлением? Неважно, по билетам или как корпорат. Глубь, глупь, глупь. Нефтяная вышка. А, ну, это я еще просто выступал в Камеде. Мы поехали, у нас был корпорат с музыкантами, с Камедюшными. Так. Мы поехали на... Сорокина мастер. Да. Мы поехали... Блин, не соврать бы, Сардинья, наверное, что-то такое. Так. Да, это было очень круто. На Сардине мы выступали на четырехпалубной яхте. Я охренел, когда нас на моторной лодке привезли, я такой, захожу, мне такой, снимай обувь, я такой, что происходит? Ну, а там на яхтах, оказывается, на таких крутых, да, вообще на любых. Снимать не обувь? Да, босиком там ходят. Ну, там какое-то... А, да, да. Там покрытие стоит дороже, чем наше с тобой жизни. Это были какие-то четыре женщины из Казахстана. А, так. Очень взрослые женщины, что там должно это вывеселительное мероприятие проходить. Самое банальное, что, ну, тупое, что я должен был делать какой-то стендапчик, а музыканты петь. Четыре женщины. И мы на какой-то верхней палубе. Потрясающе. Ну, то есть, такая Сардиния, Средиземное море, там закат такой. Вообще в таких условиях больше не было никогда. Я не буду, наверное. И корпорат не начинается, не начинается, не начинается, не начинается. Мы у организатора спрашиваем, что происходит? А там какой-то, ну, уровень, там няня, которая с детьми бегает. Она, во-первых, очень круто выглядит, вообще очень круто. Ей там лет 30, наверное, она, по-моему, знает 8 языков. Няня. Няня. Ой. И все, мы такие, что происходит, что происходит? А у них типа ужин, и после ужина они должны были подняться, и чтобы мы их веселили. И организатор говорит, ну, что, что? Она говорит, они там плачут. Я тебе ничего не выдумываю. Мы говорим, в смысле плачешь? Зачем они плачут? У кого-то же день рождения. Как можно плакать? Они, короче, сели, о том, что вот они тут одни, а их мужья где-то там в Лондоне дерут, наверное, каких-то других баб. И жизнь отвратительная. И как они до такого докатились? Спустя два часа они поддеваются. Я же первый. Я начинаю какие-то валить шутки с пониманием, что они смотрят на меня, как, знаешь, ну, как... Ну, типа, кто-то, и, блядь, вообще, что происходит? Вот такое что-то. И я валю шутки. И благо, диджей, диджей, оказался немного странным. Поэтому он начал каждую мою шутку отбивать музыкой. Я в какой-то момент думал, ну, я с ним подерусь. Но когда на третий-четвертый раз он включил музыку, и женщины такие, оп! И начали танцевать. Я такой, оставь. И я весь свой блог просто такой, хоп-хоп, давай-давай, с днем рождения. Вот так я отработал свой блог, прикинь. Это лето. Канал ТНТ. Перебивки между рекламами. Стендап-комик Комаров. Сорян, если я цитирую не точно, я потому что делал это по памяти. Фалафель. Детокс-бомбер. Я доказал, что я москвич. Докажи ты, придя на выборы мэра. Так. Что это, блядь, такое? Не знаю. Ну, это агитационный ролик за то, чтобы идти на выборы мэра. Имеешь ли ты к этому как-то отношение? Нет. Это исключительно, если отдел на канале ТНТ, который отвечает за вот эти вот перебивки, где вот это по чувству нашу любовь, там, и так далее, и так далее. Они все это пишут. А, а то, что, ну, Комаров не считается при этом человеком из твоей банды. Ну, в смысле, из моей банды. Нет, хорошо, ты Комарова не спрашивал об этом. Нет, конечно, безусловно. Комаров стендап-комик, который выступает на канале ТНТ. Он, ну, я не могу сказать, что так, не трогайте Комарову, а он из стендапа. Да нет, у них у всех своя жизнь. У нас нет понятия банды как таковой. А, понятно. Нет, такого нет. Да, безусловно. Ты согласился поучаствовать в таком? А я в таком участвовал. Я звал на выборы президента. Почему ты это делал? Ну, меня попросили, я это делал. Ты легко согласился или тебя пришли сговоры? Нет, я нелегко согласился. на это. Почему ты согласился на это? Потому что меня попросили. Ну, меня попросил человек, которому я не смог отказать. Почему ты думал об этом? Почему тебе пришлось уговаривать? Что не так? Почему? Ну, потому что я не капец какой-то сторонник условно выборов, скажем так, в нашей конкретной стране. Слушай, смотри, происходит постоянный кач внутри тебя. Постоянный кач происходит. Ну, то есть, будет странно, если я в 2018-м буду думать точно так же, как я думал в 2010-м. Сто процентов. Поэтому этот кач происходит. Поэтому, более того, у меня даже был материал на эту тему про выборы в Государственную Думу, где, скажем так, я рассуждал на тему того, что они со своей агитацией очень сильно остались в каких-то, блядь, семидесятых годах, и они вообще в меня не попадают и так далее, и так далее. Ну, как-то в этом. И тут же меня попросили условно агитировать, чтобы шли на выборы президента, с чем у меня, наверное, не было бы проблем, если бы еще вот условно этот материал не вышел, понимаешь? Выглядело достаточно глупо. Я только что говорил, что я не пойду на выборы, потому что в меня не попадает агитация, а тут мне надо самому агитировать за то, чтобы люди шли на выборы. Вот такой какой-то был дисбаланс, поэтому я так, скажем так, ну, немного болезненно для меня это было. Как именно болезненно? Ну, типа я, как сказать, не, не, как это слово так, господи? Ну, вечером этого дня ты, ты когда записал это, ты пошел и выжрал водки? Да не, ну, что это такое? Или рефлексия не такой сильный? Если бы я выжрал водки каждый раз после того, как я где-то расстроился, я бы выглядел очень плохо. Не, ну, я напрягался, скажем так, по этому поводу. Сильно напрягался. Это было непоследовательно с моей стороны. Исключительно с точки зрения того материала, который я валил три месяца назад и с тем, что я делал, призывая людей идти на выборы. Человек, который попросил, это Славадус Мухаммедов. Я тебе не отвечу на этот вопрос. Можно ли оставаться в телевизоре и не идти на такие компромиссы? И оставаться последовательным? Я максимально сейчас стараюсь это делать. Чего больше на ТНТ? Цензура или самоцензура? Слушай, цензура существует на любом телеканале. На любом телеканале. Это сто процентов. Но до, давай так, до эфира доходит, наверное, девяносто пять процентов того, что было на съемках точно. Потому что к съемкам мы сами подходим с самоцензурой. Ну, то есть у нас комиком хорошо. Мы проверяем материал на людях, на живых и исключительно оставляем только то, что было смешно. Поэтому... А так, чтобы сказать какие-то шутки, мы такие шутим, которые мы говорим «Вы что, с ума сошли? Блядь, это нельзя». Ну, такого сильно, такого нет. То, что было на съемках, до эфира доходит 95%. Тем не менее, ты чувствуешь такую штуку, как у комиков, молодых и каких угодно еще, как самоцензура. То есть, когда они сами себя, ну, они побаиваются о чем-то шутить, просто исходя из того, что происходит вокруг. Так это не только у молодых какая-нибудь. Это у меня есть, у кого угодно это есть. У всех это есть. Конечно. Ну, в воздухе же витает, что об этом можно говорить, а об этом нельзя говорить. Правильно? Да. Хотел бы ты сейчас сильно рассуждать о Крыме. Я? Ну, никаких проблем нет в это делать. Мы же в интернете. Братан, ну и без твоей передачи человек такие траблы себе нажил вообще с тем, что просто сказал, что он думает. О ком ты говоришь? Про Сербайко. Общество уже, что с ним сделало? Общество, блядь. Я не знаю, что он с ним сделал. Для меня самое смешное во всей ситуации, что общество поступило с ним ровно так, как он условно ну, сожалел о том, что общество такое. То есть он сказал, общество такое, и общество таким и оказалось. Вот, вот что произошло. Ты же в юморе прям с начала нулевых. Я помню вот это ваше выступление на в Юрмале, когда ты в фуражке даришь цветелами вайку, или вы вот там... было классное выступление. Кривляй, да, да, да. Блибо в том, что КВН уже в те годы был совершенно не смешим. Тогда еще было нормально, не надо. Ну, хорошо. Как меняется юмор за это время? Есть ли ощущение, что капканов и вообще сдерживающих факторов за эти 14 лет стало сильно больше? Да. Да, очень много. Мы недавно с ребятами вспоминали, мы тогда еще не занимались комедией, но лучшее время, наверное, для комедии это были, конечно, 90-е. Это было лучшее время. Да еще, наверное, пару-тройку лет после 2000-го. Расскажи, что именно? Там можно было все. Вообще, можно было все. Ну, в 90-е можно было шутить про президента нашей страны как ты хотел. Вообще, как ты хотел. Ну, я имею в виду, если говорить, наверное, это самая высшая степень цензуры как таковой, шутить про президента или еще чего-то, то можно было вообще все. Я не знаю, была ли какая-то тема, про которую нельзя было шутить? Про все можно было шутить. Про все. Про все можно было шутить. У тебя есть самые крутые впечатления от русского юмора тех времен? Команды, шутки, конкретные выступления? Слушай, ну, тогда, конечно, всех сильно разорвал, удивил и уничтожил очень много команд после себя. Только тем, что они хотели быть похожими на них, это Питер. Ну, где Хрусталев играл. А, да, вот это было. У них шутка про ручка была крутая, что отец Сергий потерял пассат. Нашедших Сергеев пассат, просьба, прикинь, как круто. и ты слышал такую шутку. Это же другая сторона. Ну, ты слышал такую шутку и ты такой думал, как люди вообще думают, знаешь, ну, ты как комик всегда такой думаешь, как ты до этого додумался, это же, по сути, это капец как легко, капец как легко, но, видишь, ну, это был отрыв башки вообще. И потом очень многие команды стали, пытались быть на них похожими, и за счет этого, мне кажется, ничего у них не получилось. 90-е можно было шутить про все. Про все то, про что нельзя шутить сейчас. Потому что не было тех законов, которые сейчас существуют. Ты не мог обидеть чувства верующих, ты не мог нанести детям какой-то непоправимый урон своими словами, и ты мог шутить про власть действующую, обсирать или как-то смеяться над любой партией и так далее. А это было хорошо или плохо? Я думаю, это было хорошо. Это был тот момент, когда люди, наверное, опьянели от демократии вообще. когда вообще все можно было. То есть, я думаю, что были даже переборы, когда не надо было так себя вести условно. Но люди такие да круто было, блин, кошмар, ну что? Даже вон у тебя Доренко, который у тебя был, он же там, ну прикинь, какой репортаж тогда делал. Какой репортаж? Ты представляешь, чтобы сейчас где-то, да даже в любой другой стране, чтобы такое сделали. Это практически невозможно. А тогда, это было вообще нормально. Лайк нельзя поставить, Юра, лайк. Лайк нельзя поставить. Я боюсь в Инстаграме лайкнуть какую-нибудь тёлку, понимаешь? Потому что тебя спалят? Нет, потому что вдруг она состоит в новом величии, блядь, и меня припрягут туда, как человека, которому нравятся их взгляды. Ну это же кошмар, кошмар. Объясни, у тебя есть объяснение, почему стали сажать за мемасы? Нет. No idea. Ну, наверное, закручивают гайки по какой-то фантастической, блядь, причине, опять, ну, я не знаю по какой, я не знаю по какой причине, но, слушай, это странно, потому что, ну, есть объективно смешные мемы, объективно смешные мемы. Их очень много. Ну, объективно смешные, они никого не оскорбляют, ничего, они просто смешные, вот просто смешные. Но я к тому, что вот мы с Лехой разговаривали, что есть крутой мем, что Хьюго Босс говно не шьет. Ну, на фоне какого-то там немецкого солдата. И если разобраться, если разобраться, при всем понимании того, что гитлеровская Германия была, ну, наверное, самое уродливое проявление вообще там человечества за всю его историю, но если в сухом остатке разобраться, немецкая форма невероятно красивая. Просто эстетически, она невероятно красивая. Более того, многие страны потом использовали элементы из этой формы в своей форме и используют сейчас. И подумать от того, что ты каких-то вот тех взглядов, ну, это же идиотизм вообще, ну, идиотизм. Только потому, что, ну, есть объективные вещи, объективные есть вещи, объективные. Понимаешь? Я носил, когда служил в армии, форму не по размеру. Это было ужасно, блядь. У нас в училище все ушивали себе форму. Все, понимаешь? Ну, помимо того, что были военными, мы еще и какой-то осваивали этот, рукоделие какое-то. А нас за это гоняли, потому что все-таки подшивали тут. Бля, круто причем подшивали, знаешь, такими маленькими стишками все делали, а что за там штаны какие-то придумывали резинки на штаны, чтобы они круто натягивались, входили в сапоги. На сапоги придумывали резинки, чтобы они так классно гармошкой такой прикольной, знаешь, спускались и так далее. Это было объективно красиво, эстетически это было круто. Я не понимаю, почему. Такие, ладно, все, просто все так перешейте, чтобы, ну, одинаково было, и все. Все гоняли, доставляли, расшивать, блядь. А ты просто как в юбке какой-то ходишь, блядь, какой-то ужас. Вот там вот прекрасные афиши с замечательной девушкой, которую зовут Юлия Ахмедова. Так. Нет. Что бы ты ни спросил, нет. Что бы я спросил? Не, я хотел спросить, лучше ли это девушка на свете? Как девушка, или как стендап-комик? Нет, ответ нет. Как стендап-комик. Почему ты так долго скрывал, что у вас был роман? Потому что не было романа. Ты говоришь, скрывал, как будто я где-то сказал обратное. Ну, подожди, мне казалось, что это прям секрет Поли Шинели. Все об этом знают, все об этом говорят. В ютубе есть ролик очень, очень по такую романтичную музыку. Похоже, возможно, на Сардинии звучала такая. На вашем корпоративе. Где прям, прям выложены доказательства. Такие, где вы проговорились, когда Юля говорит, то что, о, отлично, вот такая футболка у меня будет. У Руслана в комнате висит такая, а у меня будет такая. И там вот из кучи этих вещей прям расследование было. Нет, это думаю, и я вот, когда закрывал этот ролик, точнее, когда он меня автовоспроизведением в следующий выдавал, но у меня просто никаких сомнений не было, что вы не просто близкие друзья. Сто процентов тебе говорю. Клянусь, я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной. Я вот как раз тот, условно, чувак, который, топит за то, что мужик не может просто так смотреть на женщину без каких-то там грязных мыслей у себя в голове, но с Юлькой у нас исключительно дружеские отношения. Отвечаю. Отвечаю. Я серьезно говорю. Даже можешь не улыбаться. Мы один раз с ней сосались, это было невероятно давно. Она еще играла в КВН, я еще играл в КВН. Это было какой-то жесточайший пьяный какой-то что-то какая-то тусовка была после какой-то игры в Ельце. И мы вот что-то поцеловались и все, клянусь. Так, для начала. Причем, я когда переехал в Москву, я жил у нее дома и так далее, и так далее. Мы очень сильно выручаем друг друга. То есть, мы такие безусловные друзья, не взирая ни на что, что происходит между нами. Но ничего такого не было никогда. Но вы же можете в отпуск, например, вместе поехать? Как можно поехать отдыхать вместе с девушкой, с которой ты просто друг? Ну, мы живем в разных номерах. Я имею в виду у всех своя жизнь, что нас объединяет. Сейчас там, условно, она меня подсадила на серф. Вот, мы там последний раз ездили вместе серфить. То есть, отвечаю тебе серьезно. Серьезно. Даже в отпуске, там, выпив венца и находясь в разных номерах, я просто смотрю порно. Не дабы подавить желание. А зачем смотреть порно, если просто не постучаться в дверь? Ну, блин, слушай, ну, не знаю. Она же классная. Да, безусловно, но мы друзья, я не знаю, ну как, хрен знает. Ну, вот так. У тебя вот есть там твой нежный редактор. Да и? Ну, все, что? Ты поедешь в Питер, жена уехала с детьми отдыхать куда-нибудь. И что? Ну? Ну, я же без нежного редактора поеду. Я поеду с Серегой. Ну, не важно, Серега парик оденет. Наденет. А пиши в паре предложений или не в паре, чем твой юмор отличается от юмора Данила Поперечного? Ох, я не, слушай, я не капец, как знаком с его творчеством, но в силу того, что в последнее время как-то надо, ну, я посмотрел. я не знаю, чем он отличается. Я не знаю. Не я должен это говорить. Слушай, как я могу сам оценить свой юмор? Как? Нравится ли тебе Данила Поперечный как комик? Нет. Почему? Потому что я считаю, что он проводит очень, очень, очень слабую работу над своим материалом. Очень слабую. Мы разговаривали, я сформулировал так. У Данила Поперечного на мой исключительный взгляд, на мой, без какого-то негатива или еще чего-то. Ну, просто как-то, он же на моей территории играет, правильно? Ну, значит, я, наверное, имею право подумать о его творчестве. Я для себя сформулировал так, что у Данила Поперечного невероятно плохое чувство смешного, но при этом, как у ютуб-блогера, невероятно хорошее чувство провокации. По сути, весь его стендап это исключительно какие-то заходы заканчиваются. Он просто говорит такой, власть ворует! Там что-то, я не знаю, что там. Я, видишь, даже не смогу тебе тезисы привести, потому что не помню. Но ты посмотрел последний стендап? Минут 30, да. Исключительно для ознакомления. Почему 30? Почему? Ну, все, дальше неинтересно. Ну, как смотреть то, что неинтересно, братан? Но, ты согласен, что я сейчас не про степень талантливости и всего остального? Ты согласен, что на общем фоне закручивания гаек это прям свежий воздух. Человек шутит про все, что хочет. Он не шутит, он говорит про все, что угодно. На мой исключительный взгляд. То есть он со сцены Говорит иногда смешно. Ну, ладно, окей, наверное, да, иногда смешно. Ну, супер иногда вообще. Супер иногда. Прям супер иногда. Ну, да, говорит он, да. Ну, говорит, окей. Хотя, в том-то и дело, что я думаю, что он это говорит, потому что он понимает, что это вызовет интерес к его персоне. То есть я не думаю, что это чистое творчество в прямом понимании. Это не творчество, это провокация. Провокация, раздувание хайпа вокруг своего имени, дабы для того потом монетизировать очень хорошо условно свои вот эти вот какие-то поведенческие мотивы. Он был YouTube-блогером. Он просто очень хорошо держит нос по ветру, на мой взгляд, исключительно, на мой взгляд. То есть он был YouTube-блогером, до сих пор таковым является, и потом подумал, как мне еще условно монетизировать себя и там какие-то свои начинания. О, появился стендап. У меня есть аудитория в миллион человек, которые безгранично фанатеют от меня. Это тоже нормально. Фанатская история, какие проблемы. Которые, куда бы я ни поехал, они придут. Что бы я ни говорил, они придут еще раз. И вот, типа, он этим занялся. Он ездит в туры, у него большие концерты, он собирает полный зал, а это круто. Для него конкретно. Это же деньги. А когда ты увидел публику, 6 тысяч в Питере, 6 тысяч в Москве, это аудитория концертов в Поперечне? Да. Как ты отреагировал? Ну, я так, ну, как сказать. Эмоцию? Вот только честно, честная эмоция. Это была радость за чувака или это была зависть? Ну, как таковой зависти не было, радости тоже не было. О чем мне за него радоваться? Ну, он все-таки из вашего цеха, из вашего ремесла. На данный момент я не думаю, что он из нашего цеха. Он, если продолжит этим заниматься и очень сильно, скажем так, погрузиться в работу, а это все-таки работа, написать концерт, вот он там выдает полтора часа материала, написать концерт, чтобы он был хорош и более-менее удобно, такой, варимый с точки зрения юмора. Я думаю, это, ну, это год нужен минимум. Год. Проверять его. У нас сейчас Нурлан пишет концерт, он его проверяет, каждый день по два раза, братан. Объясни, что такое проверять? Ну, вот он проверяет, условно, у нас здесь проходит в клубе вечеринки, две вечеринки, в которых он даже не заявлен. Он просто приходит, говорит, чуваки, я выступлю на разогреве и по 10-15 минут проверяет тот материал, который он готовит в концерт. Понимаешь? Только для того, чтобы проверить, где смешно. Он выступает по два раза в день, чтобы посмотреть, где смешно, потому что он выступил, условно, там, в 7 часов вечера, понимаешь, за два часа быстро переписал, что-то посмотрел, это выкинул, это добил и выступил, пришел еще раз. Для других людей? Да, для других, безусловно. То есть это огромная работа, чтобы написать, это год нужен. Даня, за сколько это делает, я не знаю, за сколько? За два дня, блядь, ну, что это такое, блядь? Ну, два дня я утрирую, окей, два-три месяца или сколько? Ну, то есть, я не знаю истории, что он где-то выступает на открытых, по-моему, он стал это последнее время делать, но это надо делать каждый день вообще, каждый, а не просто для того, что, ну, смотрите, я же тоже выступаю на открытых микрофонах раз в месяц, что это такое, что ты там проверишь? Так что я не думаю, что он пока из нашей структуры. Ну, как, я такой, типа, думаю, во, прикольно, чувак из интернета может собрать шесть тысяч человек, это, да, это, конечно, круто, ну, то есть, ты такой, нифига себе, ну, то есть, сука, что ты там делаешь такое, что ты собираешь шесть тысяч человек. Какой у тебя рекорд? У меня? Да. С точки зрения людей? Да. Миллион, миллион. Тысяча восемьсот, по-моему, или тысяч шестьсот, тысяч шестьсот шестьдесят. В Воронеже мы собрали, да? Две двести? Где это было? А, Воронеже, да, две двести. Ну, вот, две двести. Я комик, мы сформулировали, я тысячник. Тысячник? Плюс-минус тысячу я собираю, да. Какие у вас отношения с поперечным сейчас? Никаких. Я первый раз увидел на прожарке. Вживую. Вживую увидел на прожарке. Вы общались? Да, перекинулись после пару словами. Какими? Исключительно вот то, что мы в начале с тобой говорили, насколько готово, не готово наше общество и артисты прожариваться, участвовать в подобных передачах. Все. А как ты думаешь, если он выступит здесь, это будет у публики иметь успех? Не у фанатов, не у тех, кто придет на него по... Вот так я сформулировал для себя, что я думаю, что я смогу рассмешить публику Данилы Поперечного. Но я не думаю, что Данила Поперечный сможет рассмешить мою публику. Высокомерно? Да. Ну, для меня это такой вызов, типа, я бы... Мне бы было интересно посмотреть, как я смешу публику Данила Поперечного и как Данила Поперечный смешит мою публику. Слушай, я должен выразить респект, это даже не вопрос, а за то, что, не знаю, при твоем участии, наверняка при твоем, в стендапе, в телеке появляются люди, вроде парня с одной рукой, Стасова зовут, да? Не-не-не, Серега. Серега Дедков. И вроде парня Сергеевича, у которого... Ну, Сергеевич у нас разок выступил, он по большей части это, наверное, спикнуть комедии, он там чаще выступил. Все равно, то, что вот и таким образом показывают, что это абсолютно нормальные люди, с которыми не западло тусить, и я вижу это очень мало в русском телеке. Слушай, нет, ну, в первую очередь, надо сказать, что это, безусловно, не какая-то благотворительность ни в коем случае. Ты что? Серега Дедков просто чувак, который занимается там, комедией исключительно по своему желанию, а не потому, что кто-то где-то ему помог. Да, и шутка Бибуришвили про него в прожарке... Что? Смешная, смешная. Супер. Это просто супер. У Сергея Дедкова в паспорте в графе пол написано «руки». Но! Меня удивила история другая. Когда в открытом микрофоне приходила Ангелина Дорошенко, порноактриса. Мы все знакомы с ее творчеством. Ты там вел себя... Эта часть шоу была? Ты прям категорически был против? Да, да, да. Это часть шоу или ты искренне так думал? Нет, ни в коем случае. Я искренне так думал. Обосной. Ну, потому что она... Смотри, открытый микрофон, площадка, где стендап-комики очень молодые, никому пока еще неизвестные, имеют возможность как минимум по сезону, чем дальше они проходят, тем больше у них эфиров. А любой эфир на телеке даже, тем более, очень неизвестному стендап-комику позволит увеличить свой гонорар на корпоратах с 500 до 750 рублей. Ну, я еще утрирую. Да. Поэтому я понимаю, что эти люди невероятно... Ну, делают невероятную ставку на все то, что происходит. Это там, знаешь, сейчас на данный момент лучший момент в их жизни. И они пытаются, стараются исключительно своим творчеством куда-то там пробиться, пройти выше по этапу и там в лучшем случае выиграть. А приходит Ангелина, которая порнозвезда, у которой точно нет никаких амбиций в стендапе. И только потому, что она порнозвезда такая, пишет какой-то материал. А откуда ты знаешь, что ее нет? Ты понял, по выступлению или я просто потому, что, ну, блин, трахалась с тремя мужиками? Ну, это же понятно. Ну, в смысле? Когда ты у человека спрашиваешь, ты сколько занимаешься комедией? Он такой, два дня. Ну, что это такое? Это аргумент. Ну, это некорректно по отношению. В том плане, что я понимаю, что у нее на данный момент могут быть даже смешнее шутки, чем у какого-то там пресловутого парня, который из Брянска просто комедии в своем Брянске еле-еле занимается два года. Только из-за того, что у нее там шутки про, ну, удивительность ее профессии, они могут быть смешнее. Но дальше она никуда не пойдет, она никуда не пошла. Но это не предупреждение к самой профессии? Нет, конечно. Ну, как Харенсон, нет. Я это хотел прояснить. Август 2017 года ты судишь Versus. Я правильно понимаю, что ты наебенился перед этим? Нет, не правда вообще. Ты был трезвым? Нет, я не был трезвым. За весь вечер я выпил 50 грамм виски и сверху выпил пару бокалов пива за весь вечер. Не конкретно. Нет, это точно не то состояние. Да, там было 4 батла и все эти 4 батла вот надо было как-то существовать между ними. Это что-то там курил, выпивал пиво. Как ты попал в суди? Так, история до нельзя банальная. Звонит мне Денис Косяков. Знаешь, что такое? Да, конечно. Да, звонит мне Денис Косяков. Говорит, слушай, я могу дать твой телефон ресторатору? Он хочет пригласить тебя в суди. Я говорю, блядь, что случилось? Почему меня? Он говорит, ну, он изначально звал меня, но меня не отпускает жена. Сейчас закопал человека, ну ладно, да. Поэтому я говорю, давай, 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 давай. Он дал, позвонил в стратор, говорит, такая история, будет батл между Оксимироном и Гнойным. Типа, вот, есть желание тебя пригласить, потому что, я сейчас не буду точно эти цитаты говорить, но, типа, такая тема, потому что Оксимирон хочет, чтобы в судях были независимые люди, которые не имеют отношения вообще ни к тому, ни к другому. И все. Я такой говорю, ну, давай я пять минут подумаю. Поговорил с Лехой, с директором. И с точки зрения какого-то опыта, типа, ну, во-первых, это уже гремело, знаешь, плюс я достаточно много в своем творчестве нет-нет, дошутил про каких-то рэперов и так далее. и, дабы разбираться вопросом, мы такие, ну, поехали. Я не понимал, что я там делаю, честно, искренне говорю, я не понимал, что я там делаю, но мы поехали. Вот это реакция. Сейчас появится нарезка твоих реакций. Это очень странно выглядело. Ты делал вид, что ты не понимаешь, где это, что-то. Было ощущение, как будто перед тобой происходит какая-то херь. Ну, блин, это же не херь. Это было... Не, все объяснимо. На все есть всегда причина и объяснение. Баттл Оксимирона и Гнойного это вообще ни херь. Вообще ни херь. Но он был четвертым в этот день. То есть перед этим мы отстояли где-то часа три на трех предыдущих баттлах, местами, который был полной хуйней. Вообще. И я действительно не понимал, что я там делаю в этот момент, когда ребята вот там что-то как-то себя вели. И все. И просто уже к четвертому баттлу условно, наверное, вот такое движение, это просто я уставший. Не потому что... Баттл Оксимирона и Гнойного мне очень сильно понравился. Я в захвате был и одного, и другого. Возможно, даже от Гнойного чисто по литературе больше. Твоя стычка, шутка с накачанным рэпером Драго. Слушайте, я новый тот человек, но когда ты выходишь биться против девочки, я думаю, должно быть тоньше. Просто тоньше. Почему так вышло? А, мне не... Ты согласен, что так всегда вышло? Ну да, а что? Почему? Я не старался. Ничего мне просто не понравилось, что он там на девочку как-то с какой-то невероятно мужской точки зрения. Достаточно тупой, банальный, просто наезжает и все. Ну, это было не круто филологически, я имею в виду, его панчи, которые в ее сторону были направлены. Ну, в том плане, что ты там... У тебя огромная пизда, ну, что это такое? Ну, я сейчас утрирую. У него, возможно, не было таких слов и так далее. Гуф! И коротко для тех, кто не в курсе. У тебя два было выступления по поводу Гуфа. Второе, ты рецензировал его баттл с птахой, который назвал, в общем, пустышкой, чисто ради зарабатывания бабла и хайпа. После этого Гуф написал, я молчал-молчал, но тут никак не слиться. Спасибо тебе за уделенное мне внимание, очень приятно, моя мама порадовалась. Побольше бы таких эфиров и аккуратней в метро. Как ты отреагирована? Никак, вот так, как сейчас. Просто поржал и все. Ты не почувствовал в этом угрозу? Угрозки, Юрия, я тебя умоляю, ну, что это такое? Ну, какая угроза, в смысле? Я не знаю, зачем он это вообще написал, но зачем такое значение придавать вообще юмору? Зачем такое значение придавать юмору? Мне кажется, ну, условно, выписывай, где он это? В Твиттере написал или где? В Инсте. Ну, в Инсте, ну, как сказать, ты сам не подставляешь сразу, ты не понимаешь, что это, это, ну, на уровне какой-то 18-летнего какого-то парня, обидчивого, который что-то пишет такое. Аккуратней в метро, что это такое? Что это такое? Типа, что мне делать? В метро, что делать мне? Ты не ездишь в метро? Ну, очень редко вообще, очень редко. Я молчал, молчал уже. Такое, я не понимаю. Ну, я веду, ты творческий человек, ну, если там что-то тебе не нравится, как минимум, не знаю, можно там созвониться со мной, увидеться, напиши трек какой-нибудь или еще что-то, в Инстаграме. Люди слишком большое значение передают этой площадке какой-то, Твиттер, Инстаграм. Такие, фуа, высказали мнение. Да что это такое, надо расслабиться всем, расслабиться. Просто расслабиться. А баттл был говно. Как ты относишься к русскому рэпу? Местами нормально, местами смешно, местами критично. Что смешно? Ну, то, что какие-то люди что-то там поют, пишут, как высказываются, как себя ведут. Конкретно? Да, много, миллиард примеров. Ну, условно, вот этот пресловутый баттл Птахи и Гуфа. Но это же очень смешно, когда взрослые мужики, взрослые мужики, местами даже очень талантливые в своем творчестве и том ремесле, которое делают, надевают какие-то, блядь, цепи какие-то, какие-то огромные, такие золотые, утрированные, блядь, зачем-то тут, что-то фон бета еще такие. И забывают текст, ну, это серьезно? Просто стоят и такие, ээ, ээ, ну, это же ад какой-то вообще, что это такое? И какие-то панчи какие-то, как 12-летние дети, знаешь, какие-то что-то. Ты дурак, сам дурак. Блядь. Еще, кроме этого. Клипы, клипы, клипы каких-то российских рэперов. Ну, невероятно утрированные, которые, я не знаю, в Америке, перестали снимать в начале 90-х. Ну, где они в этих, в клипах, на крутых тачках, с какими-то тёлками, там, и так далее. Так же никто не живет, и так никто не ездит, никто себя так не ведет. Ты сейчас про кого говоришь? Про Тимати или про Фараона? Про Blackstar конкретно, про многих их исполнителей, которые, что я, ну, они такие крутые какие-то. Плюс какая-то романтика, я сейчас, наверное, не вспомню по конкретным именам, у многих какая-то романтика, что их пасли копы, что-то там во дворе тяжело жилось. Я думаю, кому тяжело жилось? Ты просто ходил в школу, и всё. Ну, не знаю, с кем-то, может, дрался, потому что, типа, просто детство, может, девочку куда-то проводил. Такого, блядь, копы пасли, Юра? Кого? Кого пасли копы? 14-летнего парня, который из школы с рюкзаком идет? Ну, даже если ты где-то за гаражом покурил травку, у тебя пасли копы? Ну, это какой-то бред. Я вот про что говорю, понимаешь? Типа, а теперь все увидели, кто я? Блядь, да кто увидел? Кто ты? Кто следил за этим? Кто тебе где-то когда-то сказал, что ты никто? Что происходит? Какой-то ужас. Ну, понимаешь? Ну, Ну, чисто просто вообще нет жизни, я имею в виду, как таковой. Просто какая-то неряшливая какая-то глупость. Цацки эти все надевать, что это за бред? Ну, я не знаю, для меня это вот смешно, вот в этом моменте это смешно для меня. Я не дозадал вопрос про драга. Ага. Ты застал? в тот момент или нет? Нет. Совсем нет. А, блин, он, это так выглядело, это так выглядело, это так выглядело. Смотри, я немного переживал по поводу того, как, условно, комик, я же должен отвечать смешно, естественно, как и в любой другой ситуации, там, находясь на сцене, на съемках, в той конкретной ситуации, насколько смешно ему отвечу, То есть, это же страх неудачно пошутить, а не получить в саду. Неудачно, пошутить, смешно пошутить. Нет страха неудачно пошутить. Ну, под неудачно, я имею в виду, ну, да, 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 смотри, он там предлагал показать хуй. Я думаю так, чем ты больше, тем меньше твой хуй, вот. если бы он показал, ты бы показывал в ответ? Нет, нет. Почему? Ну, он тогда бы тебя сделал, просто это был бы бодибэк. Для начала надо было бы посмотреть, что там у него за члены. Ну, дело бы постояло так, что не надо было бы вообще показывать. то есть, хватило бы, хватило бы и его. Да, хватит, это глупость, писюны показывают друг другу. Это когда, после раз я этим занимался в четвертом, в третьем классе после раз мы этим занимались с пацанами, когда показывали друг другу писюны. Исключительно с точки зрения посмотреть у кого какой, там, по величине и так далее. Слушай, а тут этот жанр у нас вдруг неожиданно возник пару выпусков назад. Вот. Ой, я притяну пишу блог, кстати, в этом отношении. Почему? Потому что... Заход будет такой, что ты оказался невероятно сексуально закомплекционным типом. Так. Потому что любой в твоей передаче разговор на сексуальную тему вызывает у тебя детский восторг. Да. А это разве комплексов? Неважно, это будет мой юмористический заход. С этой позиции я начну об этом рассуждать. Точно юмористический? Я надеюсь, Юр. Я же буду проверять этот материал, так что... Так, хорошо. Ну, во-первых, я могу рассказать, почему это вызывает восторг. Просто потому, что об этом говорить не принято. И когда я встречаю людей, которые также готовы свободно говорить про секс, как об этом готов говорить я, то я просто... Это чувство восторга, то, что я не один. Ну, я поверну ситуацию в другое русло, поэтому... Пожалуйста. А как... А сколько у тебя сантиметров в член? Я не мерял. Это неправда. Это неправда, братан. Это неправда. Друзья, я не мерял. Я уверен, что любой мужик перестает мерить член в тот момент, когда он за последние пару измерений не меняется. Ну, то есть, когда ты такой, все, он теперь был такой. Ты знаешь, что вот я, в основном, в 28 померил, и в 29... Он другого размера? Так, секунду. Он у тебя рос до 28? И я мерил его в последний раз в восьмом классе. Все, с тех пор... Знаешь, как... Я помню урок даже, я помню урок, когда я бонитовую палочку учительницы физики растирала наждаком. Вот. И почему-то после этого мне захотелось его померить. Дело не в этом. Во-первых... Ну, видишь, как ты обрадовался опять. Ну, конечно, нормально поговорили. Когда ты мерил членом в последний раз? Я думаю, это мне было лет, наверное, 18-19. Что-то такое. Что он зафиксировал? 17 сантиметров. 17? Да. Почему, когда ты натираешь член кремом для увеличения члена, не увеличиваются руки? Какая же такая... Шутяра. А есть такой крем? Ну, я не знаю, братан. Ну, спамы. Что, тебе не приходили спамы, что ли? Нет, мне приходили спамы. Я у меня еще работал в газете «Известия» по увеличению члена. И ты кликал когда-нибудь? Там есть инфографика, офигенно, как какие-то пилюли вставляли, чтобы головку увеличилась. Нет, по-моему, мне точно хватило самообладания, не кликать. Ты лишился. Зато я знаю чувака, которого... в члене этим... Персинг? Нет. Шарики. Что? Шарики. Загоняют шарики под кожу. Ну, да, я так понимаю, это какая-то условно-тюремная тема, типа... И вот у меня был такой знакомый, который говорил, что он туда загонял их. Еще раз. Шарик куда? В отверстие? Нет. В тело члена. Ну, грубо говоря, у тебя есть рука. Да. И вот сюда под кожу просто загоняют шарик. Ну, как пирсинг? Какой пирсинг? А зачем там шарик? Ну, это надо у женщин спросить. А, что, типа он рельефный? Ну, наверное, он там болтается как-то... Я не знаю. Смотри, опять, как ты обрадовался. Нет, сейчас я испугался. Уфа. Там ты назвал местного национального героя Салавата Юлаева бандитом. Вот видишь, смотри, вот в чем вся проблема. Вот ты сейчас решаешь ту же самую ошибку. Это же неправда. Я так не делал никогда. Если посмотреть конкретно, что я там говорю, это вообще из этого не следует. Я с утра смотрел этот ролик. Ты там так сказал. В контексте. Напомни, контекст. Это все было контекста. Контекст был следующий, что в силу того, что за последние несколько там, пускай сто лет, в нашей стране поменялось три власти. Три власти. И каждая власть условно конкретных персонажей подстраивает под себя, дабы использовать их с точки зрения пропаганды там и так далее, и так далее. Все. Контекст был в том, что может быть мы просто не будем так быстро ставить героям памятники. Посмотрим, насколько они себя проверяют при разных политических строях. Вот и все. В этом, в этом была мысль. Мысль в этом была. Но ты же другой имел в виду. Ты имел в виду, что это человек... Я имел в виду именно это. Именно это. Ты согласен, что... Это вообще по большей части был троллинг. Троллинг. Власти. И все. Власти? Да. Я так задумал. Видишь, никто не понял. Но так же было. При каждой власти кто-то другой, понимаешь? Один и тот же взятый персонаж, герой, при каждой власти выглядит по-другому. Но ты изучал при этом, сколько словат и лайф у них герой? Да, конечно. И сколько? Очень давно. В советскую власть же он тоже был герой? Да. Так. То есть как минимум два режима он пережил. Максимально романтизирован он был именно в советской власти. Как и многие другие персонажи. Ну, бро. Ленин сейчас кто? Смотри, для кого? Ты согласен, что ты максимально не... Ну, ты закопал смысл, который хотел сказать? Это да. Ты выразился так, что я даже сейчас не очень воспринимаю этот контекст. Это да. Почему так получилось? А ты решил провоцировать, решил обострить? Не, ни в коем случае. Или ты не докрутил? Смей, приезжая в город, я местами ставил задачу, чтобы, ну, не просто шутить. У вас люк там открыт, там это, это. То есть хотелось еще и что-то сказать. Вот. Но оказывается, ну, у стендап-комиков в своем творчестве иногда бывает такой затык, такая штука, когда ты думаешь, что все думают так, как ты. А это, оказывается, не так. что началось? Да ничего не началось. Ну смотри, на тебя написали, во-первых, группа людей собралась у памятника, протестовали, хотели тебя привлечь к ответственности, написали заяву в генпрокуратуру. Чем закончилось? Ничем. Тебя не вызывали туда? Нет, нет, ничего такого. По-моему, Роскомнадзор сказал, что там ничего такого нет. Все. У тебя был после этого концерт, кажется, в Перми. В Ульяновске и в Самаре. В Ульяновске и в Самаре. И туда приезжала группа, в какой-то из городов, насколько я знаю, приезжала группа пацанов из Башкирии. Как это выглядело? Я не знаю. Я, честно говоря, сидел в номере. Все. А они где были? Где-то были. Ну, а как ты знал, что они приехали? Мне искал директора. Они не ждали тебя у отеля? Наверное, я не знаю, что это такое. Тебе приходилось принимать какие-то методы, ну, в общем, конспирироваться для того, чтобы не получить по шапке от них или не пересечься с ними? Странное, да, выражение получить по шапке, я вот это не очень понимаю. А получить по шапке за что? Что значит получить по шапке? Я не очень понимаю, когда вообще одного человека ищут 14 человек. Что бы ты делал, ну, вот условно, на тебя идет, там, неважно. 14 человек? Да. Смотря в каких условиях. Ну, в большинстве случаев я бы бежал. Нет, ты это... Сейчас ты, опять же, неправильный глагол вообще употребляешь. Нет, ничего такого не было. Мы просто ни с кем не разговаривали, не вели никаких дебатов или еще чего-то. Просто это игнорировали и все. Ну, потому что это была исключительная эмоция, все. Ну, вы ждали, когда она сядет? Да. Черным ходом, чем-то еще тебе приходилось пользоваться? Да ну, что за глупости? Нет, конечно. Как это изменило твой подход к юмору после этого? Изменило ли? Да. Еще раз говорю, я не думаю, что я что-то такого плохого сделал, вот в чем дело. Все то же самое, что? Все то же самое. Все то же самое. Но при этом-то эту шутку, если ты еще будешь в эфи выступать, готов повторить? Это не была шутка, блин. Это было размышление на тему. В том-то и дело, что вот почему-то шутка, что это не была шутка, это было размышление на тему конкретного персонажа в разных политических строях. Все. И его отношение, и отношение этих политических строя к этому персонажу. Все. Никого не пытался обидеть. Что за глупость? Ни один комик не пытается никого обидеть. Никто никого не пытается обидеть. Вообще. Мы пытаемся сделать, чтобы было смешно. Все. Местами, в силу того, что стендап это чуточку больше, чем просто смешно, местами мы делаем какие-то попытки порассуждать. Все исключительно. Такая история. Сам комик в городе ты доволен? На прожарке за него тебя жарили сильнее всего. Кстати, очень поверхностно. Я думал, будет вообще по-другому. Ну, то есть, все свело с к тому, что не смешно, и все. Это же неправда. Мы ни в одной передаче, где я выступаю, не накладываем смех. Ни в одной. Ты отвечаешь за это? Отвечаю за это вообще сто процентов. Прямо отвечаешь? Стендап и комик в городе смех не накладывается. Это чистая правда. Можешь спросить у любого человека, который имеет к этому отношение с точки зрения монтажеров, звукарей, которые это делают. Смех нигде не накладывается. Так что... Ну, это прям точно чистая правда. Нигде смех не накладывается. Нигде. Так что, типа, было смешно, в зале было смешно. Твои впечатления? Это очень большой, большой труд. Я больше этого не буду делать. Потому что ты ленивый? Нет, потому что это очень большой труд. Он, ну, он вынул душу вообще. Очень жестко вынул душу. Мы за полгода сняли 14 городов. 14. К ним еще надо подготовиться. На каждый город надо написать 40 плюс материала. Минут. Везде надо поехать, все это проверить, выступить. Каждый раз, когда ты выступаешь, это стресс, потому что, по сути, ты выступаешь не с капецким проверенным материалом. То есть, ты его написал, опыт позволяет писать более или менее уже смешные вещи. Ты один раз его проверил, и тебе надо выходить на сцену, и... Ну, это жесткий стресс. Жесткий. Очень много надо писать на разные темы, пытаться, чтобы один город не был похож на другой, а в нашей стране это невозможно, потому что один город похож на другой. Везде схожие проблемы, как под копирку вообще, везде. Поэтому это, ну, это было очень жестко, очень жестко. Я прям охренел. У меня было какое-то такое депрессивное состояние потом, наверное, я вот сейчас только к концу лета из него более-менее вылажу. Депрессивное, из-за того, что много работы? Да, 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 Слушай, ну, смотри, я поехал в 14 городов, давай так, я капец, как не говорил многого того, что действительно в городе происходит. А когда ты приезжаешь, вот я, например, сравнивал, я смотрел передачи, были на матче, который к чемпионату мира. Чуваки ездили по городам, где будет проходить футбол, и они там, ну, так великолепно все описывали, что просто не страна, а мед, понимаешь? Мед! А ты приезжаешь, мы еще это все снимали зимой, зимой, любой российский город, зимой, нас, блядь, еще более-менее выручает лето, понимаешь? Такие города, которые там вдоль реки или еще чего-то, когда зелено, здорово, река и так далее, там еще так здорово, классно. А зимой это все выглядит, блядь, осень, зима, где-то идет дождь, в Самаре ты едешь, блядь, просто я с Боброва такую грязь не видел, понимаешь? Когда прям грязь, как будто лошадь, сука, прошла, какие-то там, блядь, все это, все это грустно, ничего хорошего, ты у таксистов спрашиваешь, как у вас тут, они все, все плохо, понимаешь? А тебе надо на это шутки придумывать, такие, которые, ха-ха-ха, так что, в Челябинске, я с Челябинска охренел, я ехал в аэропорт, мы с Лехой ехали, мы смотрим на елки, которые зеленые должны быть круглый год, они, сука, желтые, желтые, братан, желтые елки. Почему? В Челябинске? Заводики? Там ад, с точки зрения экологии, ты че, ад. В Красноярске есть такое понятие, как, ну, мы, правда, про Красноярск не снимали, но неважно, есть такое понятие, как режим черного неба, когда не видно небо. А тебе надо вот в такой атмосфере, понимаешь, еще такое. Ну, давайте пошутим сейчас. Ну, то есть, это очень жестко, везде, как под копирку, коррупционные скандалы какие-то, понимаешь, жесткие, с дорогами, полная жопа вообще, зарплаты какие-то, мы в Волгогат приехали, там ужас, вообще, какой-то самый депрессивный город на земле. А надо шуточки шутить. Поэтому больше такой опыт я проводить не буду. Лучший город, или, может быть, пара лучших городов, из тех, которые ты проехал? Так, как ни парадоксально, оказалось, я это, собственно, на этом и строил всю передачу, конкретно, это Тюмень. Тюмень прям классный город. Почему? Да как-то там круто все, знаешь, и зарплаты такие классные, хорошие, и город сам прикольный, то есть, и экология там, невзираемая на то, что там нефть добывают, и так далее, все так круто. Прям прикольный городок. Прикольный городок. Так, где мы были, чтобы так, где мы были. Можно не из тех городов, где ты не был. Где был к how though the town well? Ну, Калининград, классный город. Калининград вообще отличный, вообще отличный. Надо прям попросить, чтоб там ничего не строили, чтобы так все и осталось. Такое очень классно. Пятиэтажный Калининград, вот этот вот, с таким кирпичом. Не, ну, у них там вот этот вот, какой-то каскад прудов, таких, классные. Не, прикольный Калининград. — И третий. — Магадан, как ни парадоксально. Сейчас объясню, почему. Город ужасный, естественно. Но с чем я столкнулся? Прошел концерт, я такой вышел, аж охренел. Я такой говорю, блин, очень воспитанная публика такая, прикольная, и смеется в тех местах тонких, знаешь, на которых в обычных городах не особо. И я начал разговаривать с организаторами, они говорят, мне очень понравилась, типа, причина. Я не знаю, насколько она объективна, действительно, но причина такая, что там же были гулаги, куда свозили, ну не свозили, а отправляли людей, репрессированные. А репрессировали у нас в основном в те годы интеллигенцию. И они когда отсиживали срок, там оставались, и поэтому с точки зрения человеческого ресурса, то есть там оказался очень крутой город, знаешь? То есть не быдло, вот я про что говорю. Невзирая на такую жесткую отдаленность. И памятник. Да, памятник «Маска скорби» там наверху на горе смотрится, конечно, очень жестко. Юрий будет дуть, дуть будет, Юрий. Ты был гомофобом долгое время? Да. Что изменилось? Ничего, меняюсь. Друзья геи появились, еще что-то? Да нет, в целом, как сказать, я был гомофобом долгое время, потому что я долгое время воспитывался в гомофобной стране. А что, страна поменялась? Да, я думаю, меняется отношение точно, потому что в Москве это сто процентов. Ага. Не сверху, снизу. Ну, я думаю, обычные люди, для них никаких проблем с этим нет вообще, мне так кажется. Ну, в Москве точно. К сожалению, надо отделять Москву от остальной России, потому что она… Знаешь, как раньше говорили, к нам в страну все приходит с опозданием в пять лет с запада. В Москву сейчас приходит с опозданием в год, и из Москвы уже идет в Россию с опозданием в четыре года. Так что… Да и в целом, я такой… Друзья? Ну, нет, у меня есть знакомые, да, точно есть знакомые. Друзей пока нет, но… Я нормально к этому отношусь, господи. Короче, я пытаюсь же тоже, как личность, усовершенствоваться, поэтому… Местами ты такой даешь себе установку. Давай посмотрим теперь на это с этой стороны. С этим есть проблемы? Нет. Ну, все, отлично. Я исключительно это не понимал с какой точки зрения, с физиологической. Я такой, типа, как можно хотеть мужика? Я же, как стендап-комик, все меряю на себя. Ага. Я такой думаю, так, я хочу, не хочу, почему тогда ты хочешь? Как ты? Мы же с тобой одинаковые. Ну, типа, что такое? Ну, окей, есть ты, есть. Знаешь, я до последнего времени не понимал там каких-то там… Когда люди такие, у меня депрессия, мне тяжело. И ты такой, да, блядь, что ты… Какая депрессия? Что ты гонишь? Просто там что-то… Веди по-другому себя и так далее. Когда я с этим столкнулся, я такой, о, не-не-не, это действительно существует. Я был неправ во всех тех случаях, в которых проявлял высокомерие по отношению к людям, ну, в том состоянии. Когда у тебя в последний раз была депрессия? Вот, весной, весной, весной. Да она и сейчас есть до сих пор, я же еще раз говорю, я из нее вылажу. Ну, у тебя были моменты, когда ты едешь и тебе вообще ничего не интересно? Ни-че-го. Нет. Вот, у меня были. Поэтому я сейчас вылажу из нее. Это все большой, огромный накопительный процесс. Очень большой. В силу, в силу, в силу профессии. Я уверен, что у многих стендап-комиков есть с этим проблемы. Вообще со своим местом в жизни, со взглядом на жизнь, с согласием, не согласием и так далее. Потому что мы пишем комедию и мы ее через себя пропускаем, знаешь, все эти социальные вещи какие-то и так далее. Мы не просто комментируем. Ты сначала вырабатываешь свое отношение, но ты его сказал, это же не значит, что оно пропало. Ты потом с ним идешь домой, куда-то едешь там и так далее. И что, типа негатив прилипает, да? Да, конечно, безусловно, сто процентов. Даже перерабатываешь? Ну, конечно. В одном из стендапов ты сказал про Саратов, кажется. Чтобы стать русским, надо просто страдать. Расшифруй. Ну, это исключительно такая шутка просто. Ну, здесь же доля шутки. Ну, конечно. Так, а вот мне интересно прощупать ту долю не-шутки, которая там есть. Ну, наверное, она была на таких эмоциях, что… Ну, не особо мы как-то боремся за свое счастье. Знаешь, нам как будто легче на кухне с бутылкой водки переживать, что все хреново. Чем, типа, хотя бы улучшать мир вокруг себя. У меня есть идея, ну, не идея, а мнение, что не особо… Я не думаю, что в современном мире вообще какие-то митинги или еще что-то помогают. Возможно, возможно. Надо просто улучшать мир вокруг себя, и все. Ну, если ты, тебя окружает… Сколько тебя человек окружает более-менее близких? Близких. Блин. Близких и важных тебе людей. Сколько? Ну, пусть их будет, там, два десятка. Ну, тебе надо улучшать 20 человек вокруг себя. Улучшать мир. Свои, я имею в виду свое отношение к ним, ваши разговоры в отношении любых каких-то действий. Ну, проявлять к ним уважение, толерантность, еще что-то. И если ты конкретно или я улучшу там своих… Видишь, мы вдвоем можем улучшить 40 человек, понимаешь? Быстро ничего не изменится. Быстро вот эти все революции, они нахрен никому не нужны вообще. Любая друг… Все революции, все внесут только зло. Наша страна как невероятный показатель этому. Ну, 91-й год, давай, это пускай будет не революция, но такое. Блядь, это нанесло невероятно же урон стране какой-то жесточайший. Поэтому я за то, чтобы было плавно, медленно, аккуратно. Но есть такое ощущение, что ментально нам гораздо удобнее. Такие, эх, в какой мы жопе. Блиц, где девушки красивее? В Чехии, Польше или России? Когда я уехал из Чехии, мне было 9 месяцев. Поэтому я даже если бы хотел, исключительно помню только 9-месячных каких-то девочек. Второе, что Польша или Россия? О, конечно, Россия. Ну что ты, конечно. Конечно. В Польше полячки красивее, чем немки. Любые девушки красивее, чем немки. Это же невероятно странный факт, что в Германии невероятно красивые мужики. Ну, они прям привлекательные, давай так, чтобы сейчас не обвинили меня тут в том, в чем я не состою. Точно вместе стоишь? Даже мыслей таких не было. Ну, у меня бывают наедине с собой поганые мысли. Поганые, отвратительные, страшные. В эту сторону никогда не думал. Скажем так, прикольные, привлекательные мужики. Ну, с точки зрения, как мужик может оценить мужика, ты такой, блять, это нормальный мужик. Ну, невероятно, невероятно, я прошу прощения. Ну, страшные женщины. Ну, прям, блять. Когда они в возрасте идут, ты издалека даже не понимаешь, кто кто, понимаешь? Ты когда-нибудь платил за секс? Да, конечно. Когда в последний раз? Сразу после военного училища, когда я выпустился из него. Потому что я пять лет жил в казарме, потом два года в общежитии, но на территории училища. Как только я выпустился, года два, это было жестко, жестко. Мы прям любили друг друга. Ну, я и продажные женщины, я про это говорю. Да, почему именно с продажными? Ну, то есть, выпустившись, я понимаю. Братан, я какой-то, как тебе сказать… В чем проблема в Воронежской области познакомиться с девушкой? Никаких проблем нет, но этого хотелось каждый день. Ну, а сейчас, может быть, скорость, скажем так, от того момента, как ты познакомился с девочкой и оказался с ней в постели, быстрее, конечно, чем в 2002 году. Но в 2002 году она была, ну, невероятно долгая, знаешь. И я не говорю, что это были только продажные женщины. Но тогда, когда хотелось прямо сейчас, прямо сейчас. У тебя не было возможности выйти с кем-то познакомиться. Поэтому это плохо. Я не горжусь этим периодом своей жизни. Тириан Ри или Денис Беркомп? Ну, как ты можешь такой делать? Выбор. Надо? Нельзя такой выбор делать. Ну, я же тебя не с… Я огромный болельщик футбольного клуба «Арсенал». И тот и другой играли в нем в лучший период футбола, который показывал этот клуб. Поэтому… Но если выбирать, конечно, Денис Беркомп. Конечно. Почему? Ну, он волшебник. Ты что это? Когда ты в последний раз плакал? Когда умер отец. Когда это было? Два года назад. А чего он умер? Онкология. Вы долго пытались спасти ее? Да не спасти, в смысле спасти. Ну, то есть долгий процесс был? Он лечился два года. От момента того, как у него нашли, до момента того, как… Два года. Но все нормально было. Я имею в виду, это была не худшая история с точки зрения онкологии. Он был абсолютно полноценным человеком. Прекрасно прожил эти два года там и так далее. Это там такой, больше несчастный случай. Прости, несчастный случай. Видимо, метастаза в легких разделах сосуд и от потери крови. Ну, то есть это было вообще быстро, и он не страдал, как страдают многие люди, болеющие онкологией. Русский современник, которого ты уважаешь больше всего? Мне очень нравится актер Серебряков. Да? Да. Как актер мне очень нравится. Как актер? То, что он декларирует в каких-то интервью, я его понимаю. Я понимаю, что он говорит. Я понимаю. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Ну… Я, во-первых, думаю, что я никогда не окажусь. А если я окажусь перед ним, это значит, что он пришел на какой-то стендап. Поэтому скажу, ну и как вам? Ну а что? Я не вижу никакой другой причины, зачем я окажусь перед Путиным. Конкурс. Что ты принес? Так, мы принесли микрофон. Так. Да, у вас обычно дарят какую-то хрень. Есть такое, да. Такую, которая не нужна никому никогда вообще. Так. Более-менее все профессионально. Это микрофон. Шур. 58-й. Так. Абсолютно профессиональная штука. А в него хоть рэп-альбом можно даже записывать? Да. Так. Как? Ну типа директор Леха, он у меня за это отвечает, я в этом ничего не понимаю. А ты со своим прям ездишь? Да. А, то есть как вот с гитарой ты ездишь вот с вот… Да. Да, да, да. Нессессером для… Это свой микрофон, да. Мы везде где… С ним снят Комик в городе, все концерты, которые проходят. Это все вот этот микрофон. Сюда наплеванно, можно ощущать. Про коми в городе можно было не говорить, но окей. Хорошо. И другие программы, скажем так. Не, стендап мы снимаем с другими микрофонами, это вот абсолютно… То есть это крутая штука. Если кто-то это захочет еще выиграть, то условия конкурса очень простые. В прожарке тебя прожарили, скажем так, на 9 из 10. Давай посчитаем таким образом. Ну, я ожидал, что будет круче. То есть все-таки, мне кажется, местами ребята могли тронуть и более животрепещущие. Вот. Мы ставим 9 из 10, а давайте прожарим Руслана до десятки. Любая шутка в его адрес может оставаться у нас в комментариях. И самая крутая, самая жесткая, но при этом смешная, она будет заслуживать вот этот микрофон. Спасибо тебе, Руслан. Спасибо, Юр, тебе. Очень приятно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.